Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием, Лучшая подруга. Сериал лучшая подруга содержания первой серии, а они обещают новую должность, об этом ей сказал Иван Петрович. Она будет управлять компанией вместо него, так как он уходит на пенсию. Довольная Анна вышла из кабинета и пошла к врачу. Доктор сказал, что лечение проходит хорошо, а через неделю он ждет ее у себя вместе с мужем, Анна здорова и может забеременеть. От радости будущего материнства у Анны выступили слезы радости. Она пошла с лучшей подругой Полиной отметить это в кафе, а не пообещала Полине, что та будет работать на ее бывшей должности. Анна привыкла жить по плану. Анна пришла домой и поделилась радостью с мужем Николаем, конечно же он очень обрадовался. Но Коле нужно ехать в командировку, еще и надолго, он часто ездил в такие длительные командировки. По его выражению лица было понятно, что он что-то скрывает от жены. Рано утром Коля уехал, когда Анна проснулась, его уже не было дома. Анна пришла на работу. Полина рассказала ей, что встречается с Антоном, ее новым молодым человеком, который работает адвокатом. Раздался звонок из полиции, с Николаем произошел несчастный случай. Они показали фото с места происшествия, случился оползень, автомобиль Коли упал в обрыв, ей отдали вещи покойного мужа, но телефон найден не был. Рыдая Раня рассказала о случившемся Полине. Муж погиб, ребенка не будет, нужно устраивать похороны, Анна в отчаянии. Прошли похороны, но жизнь продолжается. Иван Петрович сказал, что найдет ей время на замену. В машине с Иваном Петровичем находится Олег Гончаров, с которым у Анны натянутые отношения. На поминках мы увидели Костю и других знакомых Анны и Полины. Анна не может понять, как Николай очутился совсем в другом месте, в те места его никогда не посылали в командировке. Следователь Сергей Авдеев отдал ключи, которые были у Коли, но Анна их раньше не видела у мужа. Анна хочет узнать биллинг звонков Николая, просит об этом знакомых, которые ее не понимают, зачем ворошить прошлое, Николая уже не вернуть. Анна узнала, что никакой командировки не было, недавно он написал заявление об уходе. Анна рассказывает Полине о том, что оказывается она мало знала Николая. Антон пообещал узнать о последних звонках Николая. Антон пришел домой к Полине, она рассказала ему о том, что у нее есть сын Саша, который живет у ее мамы. Анна, подойдя к своему дому, увидела Олега. Но она его не хочет ни видеть, ни слышать. Что-то произошло между ними 15 лет назад. Полина рассказала Антону, что когда-то Анна забеременела, но сделала аборт и вышла замуж за Колю. Анне позвонил Авдеев и дал ей распечатку звонков Николая. Один звонок был Любаше, которая работала в буфете. Ее телефон был оформлен на Николая. Полина высказала о неподозрении, что Любаша была любовницей Коли. Анна просит следователя Сергея Геннадьевича узнать геолокацию телефона Николая в период ДТП. Оказалось, что в периоды командировок Николай отключал геолокацию. Но все же кое-какая информация появилась. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.